Удивительно увлекательное путешествие в книжный мир длиною в жизнь – такова профессия библиотекаря. Они не просто хранители литературы, а вдохновленные творческие люди, имеющие знания в различных областях науки, культуры и искусства. Сегодня библиотека – не просто место, где можно найти интересную книгу или подобрать необходимую информацию для учебы и работы. Чтобы быть востребованной, библиотека должна отвечать современным запросам читателей, постоянно предлагая им что-то новое. Библиотекарь тоже должен соответствовать современным требованиям, уметь работать в команде, создавать интересные проекты. 27 мая в стране ежегодно отмечается профессиональный праздник – День библиотекаря. В преддверии этого события нашей съемочной группе удалось задать Марете Ямыковой, заведующей детской модельной библиотекой, проработавшей в этой сфере более 40 лет, несколько вопросов и узнать о том, как библиотеке удается не терять свою актуальность в современных условиях. Расскажите о себе, сколько лет Вы посвятили профессии библиотекаря и что Вам больше всего нравится в Вашей работе? В библиотечной сфере я работала и работаю 47 лет. И все свое время я именно работаю в библиотеке, никогда не изменяла ей. После окончания Краснодарского института культуры сразу пошла работать. В этой библиотеке я духовно росла, росли мои читатели, развивалась моя библиотека. А вот в моей работе, что мне нравится, это общение с детьми, тесная связь именно с маленькими читателями. И нравится то, что в библиотеке для творчества нет никаких ограничений. Вот это мне нравится. Почему Вы выбрали эту профессию? С самого детства любила книги, ходила в библиотеку. И в становлении моей личности и выборе профессии большую роль сыграла Зоя Левна Бегеретова, которая была заведующей детской библиотекой. И вот так вот у меня получилось, что я стала библиотекарем. Много посетителей к Вам приходит и есть ли постоянные среди них? Мы работаем уже два с половиной года в новом формате. У нас библиотека нового поколения. Библиотека привлекает детей тем, что здесь очень красиво, комфортно. Есть специальные зоны, которые предназначаются для различных категорий детей, для развития самореализации. И мероприятия у нас проводятся именно в этих зонах. Также библиотека является информационным, просветительским, досуговым центром. Здесь есть компьютеры, интерактивные игры. В общем, очень много соблазнов. Поэтому детей у нас постоянно много. Новый обновленный книжный фонд им помогает выбрать то, что они хотят. Электронные книги, аудиокниги. В общем, детям это очень нравится. И мы рады за это. Как Вы сказали, Ваша библиотека является площадкой для разных мероприятий. Расскажите, пожалуйста, об этом. Действительно является площадкой для различных мероприятий. Потому что у нас тесная связь с общеобразовательными школами, с дошкольными учреждениями и также с детской школой искусств, где мы находимся. Воспитанники детской школы искусств в проведении мероприятий украшают наши, как говорится, вечера. Затем всякие познавательные часы получаются зрелищными, красивыми. Мы участвуем в онлайн и офлайн мероприятиях благодаря компьютерным технологиям. Также у нас есть свои странички на платформах «Контакт», «Телеграм» и «Одноклассники». И все наши подписчики могут видеть мероприятия именно на этих платформах. Детям нравится. И очень бы я хотела, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто был причастен к нашей модернизации. Сказать огромное спасибо за их благородный труд во благо подрастающего поколения. И в завершении Мария Тахмедовна поздравила своих коллег с профессиональным праздником. Коллег хочу с удовольствием поздравить с профессиональным праздником, пожелать здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности. С праздником!